Вот мы встречаем Новый год в этой квартире. Вот посмотрите, за праздничным столом. Только мы приехали. И с тех пор здесь началась проблема. У нас с температурой зимой ходим в куртки. Находиться в куртках в лютые зимние дни или спать под двумя одеялами Чите Кондрашовых приходится и по сей день. Минуло 18 лет, как Владимир и его супруга Галина переехали в 72-ю квартиру, дом номер 3 по проспекту Академика Филатова. Холодные комнаты не раз становились причинами простудных заболеваний супругов. Наши неоднократные обращения ничему не приводят. Где-то лет 6-7 назад они тут пытались, меняли пару стояков, они были забиты. Ну вот, и вроде первое время все было нормально. Тепло стало в квартире. Но потом опять началось то же самое. Самая теплая комната детская. Раньше там жил внук. Владимир с облегчением говорит о переезде сына и внука. Перестал беспокоиться за их здоровье. Но за жену переживает до сих пор. Три года назад Галина стал инвалидом первой группы. Встать с постели она не может. Все время проводит на кровати в зале, где отапливаются хуже всего. А когда солнышко выходит, у нас до 23, мы прям солнышком обогреваемся. А когда солнышко заходит за угол, и все. И в квартире как будто летняя прохлада опускается. У нас претензий к управляющей компании нет. Все вопросы наши решают. Единственная просьба, пожалуйста, решить нам с тепло. Каждый день собственник 72-й квартиры измеряет батареи и воздух термометром. Я сделал дома замеры по стоякам в двух комнатах в зале и в спальне. У меня получается здесь 43, там 44. Это не соответствует тем параметрам, которые сейчас есть и окружающей среды. Это мое личное мнение. С коллегой разговаривал на заводе, что делать, посоветую. Он говорит, боритесь. Пришли с прибором и мы. Но, как пояснили в региональном агентстве жилищного надзора, измерять температуру жилого фонда нужно по специальной методике. Измеряется на пересечении диагональных прямых, проведенных из углов комнаты, на расстоянии одного метра от пола. При этом есть такое заблуждение у собственников, что при проведении замеров температуры в жилом помещении необходимо проведение замеров самого теплоносителя в теплоисточниках. Таких методик нет. Холодная погода в доме не только у Кондрашовых. За стенкой живет Галина Багаудинова. В квартиру номер 71 они с мужем переехали два года назад и уже скучают по старому месту жительства. Помимо холода на кухне обитает плесень. Когда на улице холодно, в квартире у нас конденсат. Потолка капает, обои все черные. Сейчас вот сняли все, почистили, делаем ремонт. Переклеивать обои в планы семьи не входило. Капает из-за стены напротив, потекает также потолок в прихожей. Чернять стены стали в гостиной. Сантехников вызывали и не раз, как и жилищного инспектора. И когда муж поднялся наверх, он говорит, там есть дыры наверху. С ними он поднялся, он говорит, зачем поднялся. И прямо в нашей квартире, и не покрыто все. Но обращались потом, говорили, что вот дыра. Проходили, все, сказали, будем утеплять. Из-за проблем в квартире у жильцов появились проблемы со здоровьем. Кашлять стали. Кашлять стал, да. Все этого раньше не было. Не было. Вот проблемы, вот я говорю, ничего не болит, но я начинаю кашлять. Мы заходим домой, и вот эта влажность, сколько уж говорили, сказали, вот у вас вентиляция. Вентиляцию длинять надо. Они ничего не делают. А это квартира номер 70, все того же девятого этажа дома. Здесь последние 30 лет проживает Валентина Ивановна Долгова. Ей 78. Много лет она отдала службе скорой помощи и теперь говорит, что сама нуждается в спасении. Пенсионерка встретила носкосынки, кофти с длинным рукавом, жилетки и шерстяных носках. Поясняет, это она еще налегке. Обычно по дому ходит в пальто. Иной раз, да, депрессия какая-то наступает. Но прям за что? За что это так вот? И как это так вот? Нельзя сделать что ли ничего с теплом? У нас никаких претензий нет к управляющей компании. Вот единственное, что тепло. 15 лет назад, когда муж у Валентины Ивановны еще был жив, они утеплили одну стену. Но, как говорит сама пенсионерка, радость это мало принесло, как и тепла. Ночью женщина также спит в теплой одежде, а рядом обогреватель. Она ласково его окрестила товарищем и спасителем. Спать не холодно. Одеяло ватное, теплое, даже хорошо. А вот утром встаешь, сразу вот знаете, вот как-то откуда надвигается холод, как будто с потолка. Старший по дому считает, проблема его соседей в окнах, из которых дует. Дома хорошо отапливается. Шесть лет назад в девятиэтажке установили прибор погодного регулирования, работающий в автоматическом режиме. В доме несколько раз проводили косметический ремонт. Скоро дело дойдет до фасада. Планируют заделать шесть километров межпанельных швов. Вообще, это девятый этаж. У меня тоже точно такая же проблема. Потолки. Чердак же у нас не плотный, он у нас открытый. С чердака дует потолки очень сильно. Как и с этим бороться, и что делать, это, я считаю, практически невозможно, потому что чердак ничем не засыпешь, не заделаешь, по нему же надо ходить. Температура в отопительный сезон для домов подключена к центральному отоплению в Ульяновске должна быть 20-22 градуса. В ночное время отклонение на 3-4 градуса от нормы допускается. То, что в каких-то комнатах, то есть в каких-то стояках температура чуть ниже, чем в других, может быть связано с необходимостью регулировок внутридомовых систем отопления. И это обязанность управляющей организации проведения таких регулировок. Но это может быть какая-то завоздушность. Может быть, это результат перепланировки, которую делали сами жильцы. «Филатова-3» обслуживает управляющая компания «Уютный город» с 2015 года. Как пояснила директор организации, несколько дней назад они уже повысили температуру в доме на 4 градуса. Причина холода и конденсата в принципе ясна, поясняют нам. Проблема решится после капремонта. Фасады и установки двери в машинном помещении лифта. А жильцам с конденсатом и плесенью рекомендуют заменить окно. Вот я им на 4 градуса добавила погодник. На 4 градуса. Это уже выше нормы намного. Но у меня приходится это делать, потому что мне их жалко. Я планирую делать модернизацию теплового узла. Там, где стоит именно погодник. Заказать им новый проект. Потому что за многие-многие годы обслуживания этого дома система отопления разбалансирована. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Специально для Улправды ТВ.